Иракский Курдистан. Автономия. Автономная область севера Ирака. Эта область, если это автономия, де юре, по законам юридически относится к Ираку. Он по законам состава Ирака. Но на самом деле, де-факто, фактически, иракский Курдистан сам себя управляет. Он не подсоединяется иракскому правительству. Это уже с 1991 года, так, уже 33 года иракский Курдистан не подсоединяется центральному правительству Ираку. Даже армия отдельная. Армия иракского Курдистана называется Пешмарга. А как этот область сформировался? В 1990 году Саддам Хусейн оккупировал Кувейт. И США потребовал, что Саддам немедленно покинул Кувейт. И в 1991 году начался военная операция «Бурья в пустыне». И после этого, в 1991 году, север Ирака, в которых живут курды, иракский Курдистан, стал фактически самостоятельным областем. И Саддам не мог контролировать эту область. И иракский Курдистан попал под влияние двух курдских лидеров. Масута Барзани и Дзалара Талабани. Между 1995 и 1998 годах была война. Война между войсками Талабани и Барзани. Гражданская война между курдами. И в 1998 году Талабани и Барзани заключили договор. И после этого договора сложилась такая ситуация. Часть северного Ирака или иракского Курдистана остался под контролем Дзалара Талабани. Другая часть остался под контролем Масута Барзани. В 2003 году свергли Саддама Хусейна. Но несмотря на это и центральный кабинет, центральное правительство Ирака не смог вернуть контроль над северным Ираком. И иракский Курдистан остался фактически независимым государством. И после свержения Саддама Хусейна иракский Курдистан стал еще сильнее. И иракский Курдистан взял под свой контроль Киркук и Масул. Сейчас иракский Курдистан под влиянием двух семей. Часть иракского Курдистана под влиянием семьи Барзани. Сейчас президент иракского Курдистана Нечерван Барзани. Он племянник изъят Масута Барзани. Премьер-министр иракского Курдистана Масрур Барзани. Он сын бывшего президента Масуда Барзани. А вице-премьер это Кубат Талабани. Он сын Цалала Талабани. Вот так. Пока.